Всем привет! Сегодня 16 апреля. Я приехала к своей подруге Ирине. Сейчас мы с ней поедем в одно местечко. Здесь такая тишина. Это от моего дома. Я ехала примерно минут 13. Сейчас пойду за Ириной. Вот это она рассказывала, что ее муж купил. Забыла я, правда, как это называется. Вот этот прицеп, он стоит, да, такой маленький. Но он раскладывается, и там получается такой целый домик. Сейчас у нее спросим, как он называется. Целый домик, и там можно отдыхать. Там сиденья, шкафы получаются, как кровати. Короче, для четверых человек это вообще отлично. Так выезжать на природу, раскладываешь, и у тебя целая комната, где ты можешь жить, отдыхать. Там вроде даже как кухонька есть. Но они разные. Вот тут точно не знаю, есть или нет. Мы смотрели на интернет. Они разные, конечно, там от размера, от цены зависит. Классный. Может, тут написано, как называется. Вот это она на флаг став. Вот у Ирины тут уже черешня зацвела. Вот эта черешня вкусная такая. Но она не то, что прям вкусная, такая кисленькая, но вот как наша черешенька. Так, где она там? Стою Иру, жду. Тут кошка ко мне подошла, к этой соседской. Обычно очень редко, чтобы вот так вот и животные подходили. А что ты хочешь? Что-то она мне говорит. Что интересно, в Америке кошки не отзываются на Кыс-Кыс. Ты отзываешься Кыс-Кыс-Кыс-Кыс? Они неприученные, американцы так не делают. Мы когда приехали, то уже стали кошек Кыс-Кыс звать, а они вообще не реагируют. Ну, какая красивая черная кошечка. Ну, она кушать хочет чуть-чуть, ну-ка. Ой, ты красавица моя. Да, да я тебя не могу взять, ты же не моя. Чужая. Чего там нюхаешь? Продукты нюхаешь? Кушать хочешь? Она кушать хочет. Наверное, она с этого дома пришла. Ну, иди домой. Иди. То кошки, то собаки. Дай я тебе хоть сниму, красавца-то. Та тоже ко мне все лезла. Обниматься. Да через дорогу ты черная. Ну, вот она отсюда шла. Ага, не гуляй. Красивая. Хотя там лежа черная какая-то. Я черная. Здоровая такая, как твой Оливер чуть меньше. Такой классный. Я через дом. Эй, дай твою морду сниму, а? Что-то Виктор тоже стал говорить о собаке. Так что, может быть, собаку скоро заведем. Так, это на почту мы заехали. Так выглядит почта. Что, нету? Они только надо обходить. Если вам надо сегодня, то... Сейчас почту снимут. Коска. Ну, она говорит, Коска. Могрин, Райт, Эйд. Тут аппарат какой-то. Что там? Посылки через него. А, да? Через этот аппарат? Я же не знаю, никогда не отправляла посылки. Сюда ложишь, да, посылку? Ага, а там тебе рецепт. Ты платишь туда, а потом сюда бросаешь. А это эти, да? Как они называют? Сейф? Пуст офис? Нет, не сейф. Короче, каждый же может иметь... Не сейф, а как у нас это говорили, заказные ящики. Почту, если не хочешь, то и домой приходили, а на почту. А, понятно. Я не знаю, там какие-то секреты от семьи. Ну да. И у тебя там, знаешь, есть такие места, где воруют почту. Ну да, если хочешь, чтобы вы вашу. Ага. Ну что, тогда надо мне в Алгерин или куда-то. Или в Каско или... Ну, если время у нас... Ну, нужно и в Каско. Так, вот это офис. United State Post Office. Ну, в основном, вот в Спакене они у нас вот такие, одноэтажные, маленькие. Там в других городах я не видела, какие почты. Вот я спакеновские показываю. Ну, по сравнению с нашей, которая в нашем районе, она, конечно, большая, эта библиотека. Вот это library называется библиотека. Короче, хочу вот эту книжку взять о истории Спакена. Я, знаешь, когда у Илюшки там на этот бок с ним ездила, и там читала эту книгу. Ну, хочу я тогда начала читать, и это так интересно было. Не дочитала. У меня там есть, Энди, в школе давали такие, не брошюрки, а самопечатные, история с Спакена. Если хочешь, я тебе дам. То, что они в школе... Так я хочу именно такую книжку. Там... Ну, я найду тебе. А, давай. Подожди. А, да. Так, вот это здесь сразу ресторумы у входа. Тут уже митинг-рум. А, как детский сад. Детки там. Или, наверное, здесь и есть детский сад с обратной стороны. Потому что есть во многих магазинах, местах, можно оставлять детей, пока ты в магазине находишься. Но это похоже на детский сад. Здесь побольше библиотека, чем там, в нашем районе. Здесь я вот не была первый раз. Какой-то гейл-дей, игровой день. Каждое воскресенье с часу до пяти. Ну да, я тоже думаю, что должна быть history. Список. Ира все знает. А где написано? А, вот на каждом этом ряду написано. У нас самая большая библиотека, это вот навалы, где мы, потому что там работали навалы. Вот это, да? Вот это, да? 973. Столько книг. Тут много книг о Спакене. Тут много книг о Спакене. Историю. Хочу почитать. Спакен историк. Ну вот видишь, это старые. Ну да, они старые все. Вот я не помню, как же она называлась, та книга. Сейчас я ее подниму. Вот тут тоже прям несколько томов. Нет, это все одинаково. А, да? Сейчас мы тоже. Я думала, несколько томов. Все про Спакене. Ну даже диск есть про Спакене. О, это же это, гостиница. Да, Венпорт. Надо туда тоже сходить, кстати. Еще книга о Спакене. А, это вот Даунтаун. Индейцы. Вон это башня. Парк. Это уже современные. Ну, это вот этот дом. Вроде музей. Книги. Книги взять. А, угу. Да. И сесть там за столиком, чтобы стоять и держать. Ну да, можно взять несколько книг. Книг тут о Спакене много. Вот где именно быту найти. Вот в нашем районе, возле родителей, мне кажется, самая маленькая библиотека. Да. Вот эту, которую мы убирались на валах. Там она самая большая, она двухэтажная. Она больше, чем в Даунтауне. А вот я в Даунтауне не была. Там двухэтажная. Да. Может быть, похоже. Больше трех даже. Тоже вообще. Вот окно на всю эту, на всю библиотеку. Там красить надо в Даунтауне. Надо чейндж взять, потому что в нем где припарковаться. Угу. Там вот этот водопад с окна видно. Ты тоже знаешь. Да? Я все время смотрю. Ну вот надо туда как-то тоже съездить. Только надо там вот эти, знаешь, аппараты. Надо. Хотя, кид говорит, сейчас можно калитной карточкой платить. Не надо. Да у меня есть эти монетки. Это магазин Райт Эйд. С Ирой заехали. Ира сейчас будет фотографироваться для паспорта. Встала уже. Готова. Здесь вот в каждом, ну не в каждом магазине, но во многих есть фотограф. Заходишь, фотографируешься. Для паспорта ей надо. Так, в этом магазине мы очень редко бываем. Ну, можно сказать, за все время я тут второй раз. Не знаю, тут и людей особо нет. Ничего такого интересного. Так, чуть-чуть покажу. Ай, витрина. Слушай, а вот это же у нас декабристы называются цветы. А по-английски он спринг кактус. Спринг кактус. Синий кактус. У нас это наоборот, что декабрист, что он зимой. Зимой на паспорт должна быть маленькая. Какой красавица. Ира на паспорт сфуталась. Старая. Вот этот Райтейд. Взяли конфеты. Зайцы. Так, вот видишь написано 1.29 за 28 центов. Сейчас распродажа. И вот такие конфетки, яйца. Такие я давно тоже не ела уже. Вот это там внутри с кремом они. Сейчас надо нам с тобой их попробовать. А, вот эти остаются, да? Ну, даже не раскручивать его. Это батут. И чтобы он новую травку посеял. Классно. В том году же я тут прыгала, надо будет у тебя опять попрыгать. Так, Ирин, тут огород. Да, значит в этом году ничего не будешь сажать, да? Да не буду. Жалко в том году у тебя столько тут всего было. И помидоры, и свекла, и все. Капуста. Ну вот у меня, смотри, чесночок еще есть. Сейчас я тебе чесночок вырву. Чеснок. Молодой. Ага, молодой. Я салат крышу вместе с этими стервами. Морковка прошла очень. Да зачем? Лень матушка была повыкапывать. Повылазила, но мама говорит, она в семинар-то пойдет. Да? Ага, да. Я, я думаю, оставила, хоть пересеивается. Сейчас у тебя лука надо. Так, а что тут у тебя останется? Это только виноград будет? Лук. Клубника у нас. Лук. А, клубника. О, виноград видишь пообрезал, а что-то он не ахтипо засыхал весь. Ну, был вкусный у тебя виноград в том году. Это тоже, да, виноград? Вот такие кустики маленькие. Эй, собака. Ну, пускай как раз этот год у тебя земля отдохнет, на следующий год у тебя будет урожай. А ты посела, ты же говорила овощи, что там? Я ничего не делаю. Виктор все делает. Он все там разводит. Да, эти сделал рассаду. Что-то она, вот как ты говорила, она стала пропадать. Не знаю, что получится. Я говорю. В землю. Надо было в землю. И они вылезут, когда почувствуют, что хорошая погода, она вылезет. Ну, вот я ему так и сказала. Он хочет еще купить и посадить вот эти семечки прямо в эти, в горшки. Мы же не стали вот так делать огород. Мы же вот этими горшками. Ну, посмотрим, что в этом году вообще получится. Эта затея нет. Помидорки он там две штучки посадил. Купили цветы, короче, вот эти, знаешь, которые съедобные. Которые едят в салат, да и добавляют американцы. Я что-то помню в самом начале, мы когда приехали, вот Синтия эти цветы нам давала. Но я их не помню на вкус. Витя говорит, они такие вкусные. И мы купили семена. Вот он их посеял. Теперь будем ждать, что у нас там вылезет. Короче, почистишь дома вот сама.